всем добрый день сегодня предлагаю связать вот такое детское платье волна узор волна классический который всегда хорошо смотрится очень просто вяжется раппорт узора только два ряда только два ряда платье смотрится плотным я думаю что абсолютно подклад не нужен вот хорошо расширяется тянется хорошо и вяжется не сложно даже новичок может связать даже новичок вяжется легко пройма легко вяжется горловина это я все буду показывать рассказывать давайте посмотрим как вяжется такая красота с вами начинаю вязать детское платье ниточки у меня вот такой хлопок кокос здесь 240 метров 240 метров 50 грамм для набора первого ряда воздушными петлями я взяла крючок два с половиной это только первый наборный ряд для вязания я возьму крючок номер два для чего смена для того чтобы было удобно вязать первый ряд я набрала сто пятьдесят две петли 152 но это не ориентир это я набрала для своего ребенка своими нитками своим крючком у каждого из вас это будет другая цифра не ориентируйтесь на эту цифру у каждого из нас будет разное вот присоединяем раппорт узора 919 петель смотрите вот такая схема будет раппорт узора 19 петель вот такой загиб полна наша будет 19 петель у меня 8 получилось на 19 я умножила 152 меня будет 8 рапортов мы начинаем вязание в первую петлю воздушную вяжем 1 2 3 4 5 5 столбиков и потом наша задача провязать 1 2 3 4 5 6 7 8 9 столбиков внизу пропуская одну воздушную петлю и это будет 19 петель давайте попробуем связать первый раппорт вяжем 3 воздушные петли подъема это первый столбик и сюда же еще 4 2 3 4 и 5 теперь наша задача провязать 9 столбиков но смотрите самый первый мы провязываем рядом столбик воздушную петлю остальные через и считаем один пропустили один связали это у нас будет второй столбик пропустили связали 3 пропустили связали 4 пропустили связали 5 пропустили связали 6 6 пропустили связали седьмой так 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 это я тороплюсь 7 седьмой внизу пропустили связали 8 пропустили 9 и вот 1 и 9 мы вяжем сразу вот здесь вот мы не пропускаем смотрите а вяжем 5 столбиков 1 2 3 4 5 наш раппорт узора закончился смотрите мы провязали в первую петлю 5 здесь мы пропустили и опять 5 тут через воздушную петельку и получилось ровно 19 вот это рапорт нашего узора вот такая волна будет теперь мы начинаем вязать новый рапорт что это значит это следующую воздушную петлю мы вяжем 5 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 5 теперь начинаем считать первый столбик мы вяжем рядом воздушную петлю 1 и начинаем считать пропускаем 2 пропускаем 3 пропускаем 4 вот и все это кажется только так сложно на самом деле вязание совсем не сложно один пропустили 1 вяжем начинаем новую волну вязать вот такая вот у нас будет волна первый ряд мы вяжем вот таким образом второй ряд у нас будут с вами идти рельефные столбики они на схеме обозначены вот такими такой вот загибулиной как вязать я вам покажу но первый ряд мы вяжем с вами вот таким образом которым я вам сейчас показала получается 5 столбиков и 5 1 и последний прям рядышком вяжутся столбики все остальные через воздушную петлю первый ряд смотрите обязательно смотрим по объему вот допустим хватает или нет моему ребенку 5 лет и мне нужно связать получается где-то 50 сантиметров объема всего вот то есть все вполне хорошо первый ряд мы с вами заканчиваем если ваш ребенок вполне значит набираем просто больше петель кратное 19 вот смотрите если все правильно рассчитали трапа должен сойти здесь 5 и здесь 5 рапорт сходится все мы замыкаем теперь 3 воздушные петли связали поворачиваем вязание в обратную сторону и будем вязать на обратной стороне рельефные столбики вот они у нас в обратную сторону вяжем столбик столбик вот это у нас как бы первый столбик мы даже знаете как здесь можем сделать рельефный столбик чтобы был красивый одну воздушную петлю сделаем и вот за вот этот первый столбик мы прям провязываем рельефный столбик вот он у нас 2 провязываем 3 провязываем 4 и 5 и и все остальные столбики мы с вами провязываем один за другим подхватываем вот столбик и прямо за весь столбик вяжем столбик это называется рельефному не за петельку вяжем а за рельефный столбик вот второй ряд у нас сюда будет мы всегда будем поворачивать и вязать вот таким образом потом мы поворачиваем вот сюда у нас здесь получается вот такая красивая косичка и уже будем вязать узор опять а второй ряд мы всегда с вами вяжем за каждый столбик выделяем рельефный столбик это наша изнаночная сторона а на лицевой стороне будьте вязать с вами всегда узор вяжем каждый столбик каждый столбик вот все по узору прям каждый 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 по узору вяжем рельефными лицевыми столбиками точно так же как я здесь взял второй ряд закончили рельефных столбиков и просто в косичку вписываемся поворачиваем вязание в обратную сторону смотрите самое главное нам нужно найти наши первые пять столбиков вот вот сюда мы перейдем и начинаем с него вязать 1 2 3 раппорт узора повторяется первый второй ряд то есть первый столбик мы вяжем с вами 5 столбиков с одним накидом 345 узор повторяется но самое главное нужно обязательно считать первый столбик у нас идет в первый же столбик и считаем 1 пропустили 2 пропустили 3 пропустили 4 5 6 7 7 8 9 смотрим правильно ли мы с вами вяжем 10 должен у нас попасться на тот столбик который начинается вот разделение вот сюда вот вот 10 мы должны попасть точно в самый последний столбик и вяжем здесь 5 столбиков это очень важно и очень нужно считать 1 2 3 4 5 это очень важно для соблюдения для красоты узора чтобы мы попали столбик столбик вот теперь раппорт наши связаны вот он так же как в первом ряду мы начинаем вязать второй раппорт то есть опять же вот здесь где начинается наши раз два три 4 5 первый же столбик не больше не меньше мы должны попасть в первый столбик и связать 5 столбиков один прям очень хорошо за этим следите 2 3 4 5 вот если будете следить узор у вас безусловно получится в первый столбик вяжем столбик и опять считаем один пропустили это у нас уже 2 1 пропустили 3 1 пропустили 4 то есть у нас с вами должно быть четко быть здесь 9 столбиков пропуская один в столбик здесь 5 и 5 и вот когда вы будете вязать все не сложно но нужно обязательно все считает вяжем второй раппорт поворачиваем вязание и вот такая косичка у нас будет красивая за счет того что мы во втором ряду вяжем рельефные столбики их уже можно не считать каждый столбик просто вяжем этот ряд всегда считаем всегда у нас должно попасться вот так вот 55 и потом дальше и за счет того что вы будете четко соблюдать все вот эти правила получится очень красивый узор вяжется просто но требует внимания давайте попробуем что у меня получилось я вязала абсолютно ровным узором раппорт 2 ряда как мы с вами вязали столбики с накидом и рельефные столбики все и получается вот такая красивая волна она немножечко сужается но есть время место смотрите очень хорошо идет расширение не бойтесь не будет маленькая вот я вязала до проймы как мы определяем пройму мы берем платье и измеряем что вот все довязали до проймы и уже отдельно смотрите отдельно вот моя пройма мне получилось 4 узора 8 рядов я провязала просто ровно отдельно длина 7 10 сантиметров на ребенка будет хорошо больше не нужно то будет слишком широко некрасиво поэтому с вами провязали спинку оставили ниточку для того чтобы сшить плечевые шивы теперь вяжем впереди посмотрите у меня 4 узора один узор 2 ряда я провязала вместе вот они два ряда провязала все вместе и теперь по отдельности вот 6 рядов я провязала как бы плечо теперь мы будем плечо вязать с этой стороны и потом просто-напросто сшиваем швы все платье за счет узора смотрится шикарно можно сделать обвязку обвязку по вот здесь вот мы сейчас сошьем здесь обвязку взять это уже на ваше усмотрение в принципе платье очень простой вот наша волна она придает весь узор платье получается очень красиво теперь нам нужно два узора по центру оставить выделить здесь самый центральный столбик наш и вязать туда и обратно сшила плечевые швы в принципе даже по узору не отличается все также хорошо красиво горловину решила никак не обязывает мне кажется что она и достаточно нарядная и так смотрится единственное что есть вот пройму да можно обвязать пройму столбики без накида или полустолбики тут уже если хотите по длине это пусть будет полустолбики если хотите поменьше это будет столбики без накида обычно я делал вязку всегда все ровно вы знаете вот подмышкой начинаю вязание для того чтобы не было шва видно обвязка достаточно простая крючком только попадем в ниточку дырочку сейчас попадем смотрите у нас вот они поперечные столбики то есть мы полустолбик сделаем мы вкалываем между столбиками и в сам столбик боковой опять между и вот сюда и таким образом я провязала один же точек все таки платье как бы летние слишком вязать длинная не буду вот вот таким образом провязываем и завершаем вязание нашего платья вот один рядочек я думаю достаточно будет можно точно таким же образом обвязать горловину по желанию теперь единственное что надо будет сделать прогладить с двух сторон для того чтобы платье она была немножечко пошире ну вот я думаю на фигурочки будет хорошо смотреться если что если вас смущает что платье сужается значит делаем раппорт больше раппорт узора 19 столбиков 219 петель я думаю что вы помните вот у нас идет дома стройка не дома в подъезде все шумит надеюсь нас то нам простят в итоге получилось вот такое замечательное платье на которое ушло 150 грамм на возраст пять лет возраст пять лет она не очень длинная то есть можно что-то еще хотите валанчик здесь привязать тоже можно можно просто ровно и прямое такое знаете как бы платье взрослая этот узор я взяла из взрослого платья взрослого платья таким узором смотрится шикарно точно также как и здесь этим узором можно вязать жилет можно вязать платье можно вязать кардиган узор очень интересный классический узор волна давайте попробуем вяжется очень просто и получается всегда красиво всем приятного просмотра до следующих встреч спасибо что досмотрели мой ролик до конца подписывайтесь на канал ставьте лайки и пишите комментарии для меня это очень важно